Искоренение коррупции, повышение прозрачности деятельности государственных органов, пожалуй, именно этого хочет каждый гражданин любого государства. И хотя эти цели порой кажутся простыми, на деле все это достигнуть выходит непросто. Сегодня снова обсуждается вопрос выполнения национального плана открытого правительства. Вице-премьер-министр и сопредседатель национального форума Алтне Амурбекова отмечает, что Кыргызстан поставил перед собой слишком амбициозные цели. Однако их выполнение пусть и будет медленно, но вполне реально. Мы, наверное, слишком много на себя обязательств взяли, хотя страны, которые уже опытные были, они и секретари от сам глобального саммита, от партнерства OGP, они, в принципе, предупреждали, что план действий должен быть достаточно такой реальный, исполнимый. Но, тем не менее, хочется сказать, что сегодня, да, действительно, мы на середине пути, где-то порядка, скажем так, 20% изначально заявленного плана уже исполнено и большая часть находится в исполнении. Почему госорганами, скажем так, медленно этот процесс идет, некоторые пункты реализации, некоторые сами мероприятия, они требуют определенных еще финансовых вложений, например, разработка программного продукта. Открытым намерено стать не только правительство Кыргызстана, но и парламент. Так, депутаты Джигур-Кукинеша и представители гражданского общества вместе в процессе обсуждения разработали первый план действий по построению открытого парламента на период 2019 по 2020 годы. Инициатором создания открытого парламента выступила вице-спикер Аида Космалиева. Сегодня она отметила, что такая инициатива поможет не только повысить имидж Джигур-Кукинеша, но и сделать его доступным для граждан, чтобы каждый кыргызстанец мог, к примеру, участвовать в общественных обсуждениях того или иного вопроса в парламенте. Некоторые планы уже осуществляются наполовину. Например, есть общественное обсуждение. Мы считаем, что сейчас общественное обсуждение законопроектов проходит формально. Он вывешивается на сайт, и на сайте один месяц стоит, мало кто его видит, и люди не участвуют в этом. Поэтому, чтобы это улучшить, сейчас разрабатывается портал, и презентацию вы видели этого сайта сегодня. Все законопроекты всех министерств, включая и Джигур-Кукинеш, будут размещаться на общественном обсуждении на одном портале. Там есть возможность комментировать гражданам. Кстати, портал открытого парламента доступен для граждан по электронному адресу кинеш.опендата-хакатон.ком. Приложение построено так, чтобы была возможность удобно отслеживать и использовать данные. Данные по законопроектам, депутатам и результатам голосования в автоматическом режиме собирается с сайта ЖК. В целом, открытое правительство и открытый парламент подразумевают три принципа. Это прозрачность, подотчетность и участие граждан. Мы видим, что на самом деле уже по итогам первого года исполняется основной планы действий, что культура государственного управления со скрипом меняется. Темпы на самом деле не очень хорошие, но мы надеемся, что прогресс будет, потому что я могу ответить отрадно, что в этом году парламент принял решение о построении открытого парламента. И один из основных комикментов, или как мы называем на английском, но на русском это называется, обязательство. Парламент взял себе обязательство обеспечить парламентский контроль. Это четко прописал стратегии развития Джуркинеша, и это заложено в национальный план действий открытого правительства. Парламентский контроль за исполнением национального плана действий. Отметим, национальный план действий состоит из 18 обязательств по 9 тематическим направлениям, которые включают доступ к информации и открытым данным, финансовую открытость, госзакупки, природные ресурсы и другие отрасли. Айзадор Умбаева, Чантай Макенов, Пирамида.